В 1961 году в Бресте стал работать Яслисад номер 29. Изначально это был четырехгрупповой детский сад, а с 1981 года после реконструкции он стал десятигрупповым. Самые серьезные перемены с учреждением образования произошли в 1987 году, когда решением Совета депутатов были открыты две первые группы для детей с нарушениями зрения. С ходом времени увеличивалось и их количество. Сейчас здесь функционируют четыре специализированные группы. В связи с их открытием были созданы особые условия для обучения и воспитания таких ребят и открыт медицинский кабинет для проведения лечебно-восстановительных мероприятий. Для того, чтобы грамотно организовать работу этих специальных групп, коллектив работает постоянно над созданием адаптивной образовательной среды. Много пособий изготовлено руками педагогов. Это и офтальмо-тренажеры, и подвесные модули, которые очень актуальны в работе с нашими дошкольниками. Конечно, современная и главная результативная работа по коррекции зрения у детей просто не могла бы осуществляться без специализированного оборудования, которым каждый год постепенно пополняется материально-техническая база учреждения образования. И все это благодаря шефской помощи предприятий нашего города – Брест, Энерго, Брест, Автодор, Гефест, Техника, Брестский мясокомбинат, Брест, Облгаз, Логистик, Группы, Брестский благотворительный местный фонд, Новое поколение. Каждая из компаний в той или иной степени помогла оснащению Брестского яслисата номер 29. Мы очень рады, что в нашем городе есть много предприятий, которыми руководят неравнодушные люди, которые оказали нам помощь в приобретении и компьютерной техники, и самое главное, что в приобретении офтальмологических аппаратов для лечения детей. Важнейшей движущей силой яслисата является его коллектив, ведь наряду с воспитателями-педагогами в тесной связке и за дня в день за зрение малышей борются медицинские работники – тифлопедагоги и педагог-психолог. Работа коллектива взаимодополняющая – дети получают ежедневное лечение с помощью современной медицинской аппаратуры, а сразу после этого для закрепления результатов занимаются по специальным методикам с тифлопедагогами и воспитателями. Занятия происходят на аппарате синаптофор, на аппарате амблиотер, аппарат сакада, мускулотренер который, и на компьютерной программе. У нас большая компьютерная программа, там свои упражнения для детей. И также амблиостимулятор, мы засвечиваем глазки детям. Дети у нас занимаются в течение всего года. Перерывов у нас не должно быть, потому что если большой перерыв, результата не будет. Дети должны заниматься постоянно. В течение года, в конце года мы уже видим, учебного года мы уже видим результат. Улучшения есть. Некоторые дети, даже когда им было предписано оперативное лечение, можно было обойтись без оперативного лечения. Занимаемся мы коррекционной работой по разным направлениям. Коррекционная работа учителя-дефектолога строится с учетом зрительных нарушений, возможностей и особенностей каждого ребенка. Конечно же, у наших детей возникают трудности при ориентировке в пространстве. Мы проводим занятия индивидуальные, подгрупповые. И в связи с этим мы учим детей ориентироваться в большом, открытом, закрытом пространстве, на микроплоскости, на поверхности рабочего стола, на листе бумаги, на доске. И подключаем все сохранные анализаторы. Где расположен перец? В верхнем левом углу. Правильно. Где расположен огурец? В верхнем правом углу. Где расположен помидор? Помидор расположен в правом нижнем углу. Молодец. Эффективность организации восстановительной работы зрения малышей 29-го Ясли сада объясняется именно объединением лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы. И результат очевиден. Моя дочь Агата уже третий год посещает специальную группу, созданную для детей, у которых есть вопросы и проблемы со зрением. Я очень рада этому. В саду номер 29 с детьми занимаются каждый день. С ними занимаются и педагоги, и воспитатели, и медицинские работники. И хочется выразить, конечно, огромную благодарность за то, что они дарят нашим детям заботу, ласку и любовь. Здесь помимо комплекса педагогической коррекционной работы проводятся огромные комплексы лечебно-восстановительных работ. И огромная благодарность и администрации сада. Большое спасибо. Мы очень рады, что мы являемся воспитанниками этого детского сада. Алена Миневич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.